Накануне в Бресте прошло 54-е заседание коллегии Пограничного комитета Союзного государства. В Брестском аэропорту делегацию из Российской Федерации встречали белорусские коллеги. В работе коллегии приняли участие представители пограничной службы ФСБ России во главе с первым заместителем директора, руководителем пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, генералом армии Владимиром Кулешовым. Представители Государственного пограничного комитета Республики Беларусь во главе с руководителем ведомства генерал-лейтенантом Анатолием Лобко, а также заместитель государственного секретаря, член Постоянного комитета Союзного государства Алексей Кубрин, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марьяна Щеткина, руководство Брестской области. Участники мероприятия обсудили вопросы, среди которых обеспечение пограничной безопасности на внешней границе и приграничной территории союзного государства, гармонизация нормативных правовых актов государства-участников договора о создании союзного государства в области пограничной политики, а также аспекты, связанные с научным обеспечением оперативно-служебной деятельности органов пограничной службы Республики Беларусь и пограничных органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Еще одним важным вопросом коллегии стало рассмотрение проекта концепции программы развития пограничной безопасности союзного государства на период 2023-2027 годов. Основной целью программы является реализация основных положений пограничной политики, а также укрепление пограничной безопасности Беларуси и России путем выполнения мероприятий, направленных на нейтрализацию основных угроз безопасности и интересам союзного государства. В числе основных задач программы – защита интересов государств-участников, направленных на повышение надежности охраны внешней границы союзного государства, создание условий, обеспечивающих противодействие терроризму, международному наркобизнесу, перемещению товаров, временно ограниченных к возу на территорию союзного государства, расхищению природных ресурсов, незаконной миграции и другим угрозам безопасности и интересам государств-участников в пограничном пространстве. Реализация этого долгосрочного документа позволит повысить эффективность оперативно-служебной деятельности за счет обустройства внешней границы союзного государства и создания благоприятных условий для осуществления служебной деятельности пограничниками Беларуси и России. По результатам заседания были подписаны постановления коллегии Пограничного комитета союзного государства по рассматриваемым вопросам. После официальных мероприятий члены делегации посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», возложили венки к вечному огню и почтили память павших солдат минутой молчания.